Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 334. События дня. Яков 4.4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. Вот если бы это постоянно повторялось на исповеди, наверное, что-то бы изменилось. То есть подходят люди, сплошное Б. Это за 10 ноября 2016 года. Далее Ян предупреждает, 2.15, не любите мир и не того, что в мире. Кто любит мир, кто нет любви и очи. Эти слова-то вообще народ не знает. Подряд, кого бы ни возьми, католиков, православных, протестанты, одинаково все. Мирские люди. Самое простое, борода. Но тут не надо ничего. Не надо делать. Везде надо делать, а тут именно не надо делать. И вот начинает она его колет. Как может колоть, когда щетина в эту сторону растет, а тело в этой стороне? Он не понимает, что человек говорит. Я в Москве был, Данилов в монастыре. Выходят старцы, видно, за 70 лет уже. Я говорю, а почему безбородые-то, бритые-то все? Ну, производство такое. Ну, какое производство уже все пенсионеры? Ну, это вот как... Ба, гляжу, они вышли, там кладбище рядом. Покурить вышли. Ну, это наше православие. Плиты сняли. На плитах чугунные, надгробия. И положили на пол. А там крест изображал. Написано, крест не должен быть попираем. Я сказал, как он воскрысился на меня, настоятель. А как раз это была беседа, там отец Кирилл Сахаров был. Он даже не поверил. Этот батюшка такой кроткий, смиренный. Я говорю, кроткий, только тронь. Вот так. Сегодня 12-е число. 12-е. У меня здесь еще ошибка получилась. Ну да, выходит так. Так откуда бы это я так сделал. Еще и сразу измеряю. Вот так. Да, за 11-е. Правильно подсказали. Что-то бывает такое здесь. Вроде бы здесь. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Сколько гордости вот в этом вот, во всем, даже в церковном украшении, как это сделано, прислуживают, расческу подносят. И вот смотришь, ну ничего же этого не было. И прямо держат за это как. Ну можно как-то маленько уменьшить эту бижутерию. Рукава вот такой вот ширины. Ну зачем? Мне звонит один полковник. И говорит, вчера смотрел, патриарх служил. А он что, сам раздеваться не умеет одеваться? Пуговки застегивают ему. У нас обычно его звучат, а все это умеют самые маленькие делать. Я отвечать ничего не могу. Это нужно перед народом. Народ-то ничего в это время не знает, не стоит. Доигрались. Если потоком уходят в сектанты люди, услышат, у них так хорошо говорят о Христе. Главное-то вот что видят. А дальше попробуй доказать ему, что они не церковь-то. Если одна душа погибнет по твоей небрежности, говорит Антон, небрежность просто. О, священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее, ибо за нее умер Христос. Миллионы гибнут и ничего не видят. Вот на меня нападают ужасно как. То есть почему? Да потому что они знают Бога Христа. Он в этой системе. Он пришел, батюшка накрыл и Петро Хилю фартуком. Теперь он все спасен, завтра опять грешит. И вот во времена Дионисия Александрийского, Киприяна Карфагенского, «Жития святых», написанное Дмитрием Ростовским, народ был настолько тупой, ну, наверное, не тупее сегодняшнего, что православных считали еретиками, а еретиков православными. Это православное. И вот сегодня такое же дело. На меня что только не говорят. А почему я ничего не говорю? Андрей Кураев это увидел. Игнатий говорит, ничего нового-то не принес. Он просто поднимает пласты забытого нами, нашего, нашего. Что я сказал о мощах? Захоронить с честью, с песнопениями, с Ладаном, с Патриархом, в самом почетном месте. Где вы нашли это, чтобы резать все время, пилить эти, ну, кладбища устроили это? Да Христос воскрес! Даже Христа искать не надо, а не то, что обложились трупами. Вот просто трупофильство какое-то. Ужас сколько! Задерживают в Европе, с чемоданами едут, везут кости. Чьи они, во-первых, никто никак не докажет. Никакое ДНК не докажет. Они неизвестны, откуда он их взял, выкопал. Ну, там табличка наклеена от этого святого. Ну, взял от этого святого кости. Что дальше? Ужас один. Христос сказал, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. То есть, если бы я говорил, как все говорят, как католики православные, все согласно, я-то православный, нормально было, то любили бы меня. Это очень даже понятно. Но Собегнатий это не говорил, это отношение к нему было бы совершенно другое. Андрей Кураев говорит, он это увидел, а вы не увидите. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Вы мирские люди, нападаете. Ничего в православии не понимают. Православие – это правильное исповедание, жизнью подтвержденное. Я же живу в этой среде, знаю, со священниками, с епископами, с митрополитами. Я передал им слово твое. А куда его дели? Тысячу лет не было Евангелия. В народе-то не было ничего. Высший после службы, в церковной ограде, курят мужики, дым столбом стоит. Это все было еще до революции. И мир возненавидел их за то, что слово. Потому что они не от мира, как и я не от мира. Ну, дальше посмотрите вот этот видеоролик. Нажмите «Контур» и наведите курсор, щелкните, и сразу откроется. Посвящается всем ушедшим из православной церкви. Михаил Кальмаев составил из моих ручек. Вот вчера ко мне заходит один. Я уже даже не показываю его. И он называется «Я смотрел видео ваше. Вы в вашем селе принимаете мусульман?» Мусульман в Потеряевку. Во! Было уже у нас такое? Вот просились. «Это строящийся с нуля православное поселение есть храм, я отвечаю. Мусульман нет. Если они бывшие мусульмане и приняли крещение, стали истинными христианами, тогда для них общих правил приема через заявление и на собрание решится вопрос». И далее пишу. Иоанна 3.36. «Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Я всегда выделяю какого-то жирного, курсивого, но другим светом, но лучше красного. Иоанна 5.24. Читайте сами, смотрите. Тормозите. Я на 6.47. Вот. Ну тут еще два места, тоже просчитать надо. Это я ему послал. Ну что тут, я не сказал практически ни одного слова, и что потеряете? Как он отреагировал? «Бога нет жене». Видимо, жены нету. И детей. Вот это 41 минута. Тут сразу пошел дальше. «Бог не кушает, Бог не ходит в туалет. Как можно бить Богом человек?» То есть Бог как может быть человеком? Дальше. «О, как я вижу, вы ненавидишь, ты ненавидишь ислам». С чего увидел? Я ненавижу ислам. Голову резать надо, раз ненавидит ислам. Как сатана какой-то вылазит, человеку убийца и лжеца. Только убить, убить, убить. А в мусульманах-то люди ничего не знают, кроме того, что режут головы, стреляют, взрывают. Спроси людей-то, и Корана в руках не держали. По делам определяют люди-то. С дексогеном под подушкой лежат. При самом обосновании, когда мусульманство возникло-то. 72 битвы с мещом в руках основатель сделал. И только две, кажется, были оборонительные. Это уже исследуемо. Дальше. Дальше он где-то копирует. И главное «О-о». Своё имя скрывает он. Почему? Боится тоже промахнуться. Слово, если где-то не так, тоже, как говорится, башку отрежут. Вот заметьте даже. В 10.34, 16, 43, я не отвечаю. Теперь уже 42 минуты. И дальше он уже нашёл, где, во-первых, пророк Иса, что тут, я не знаю, это предпоследний посланник Аллаха, явившийся к людям. Последний, как известно, это пророк Мухаммад. Мир ему. То есть принято, если он назвал его, то обязательно мир ему. Мир ему. То есть нет ему мира. Зачем бы мы это говорили? Мир ему. Мир ему. Миллиарды говорят, день и ночь мир ему. Задумались, большого говорить-то, когда он умер-то. Какой ему мир-то? Значит, они заранее, как бы, чувствуют, что мира нет ему сегодня. По сегодняшний день нет мира. Почему? У нас в Библии прямо говорится об этом. Кому нет мира? Читайте Священное Писание. Во-вторых, пророк Иса, что, я не знаю, это единственный из последних, которые два раза явятся людям. Второе пришествие пророка Исы на землю состоится, судный день, видимо, состоится, для того, чтобы противостать, дать жалю, антихристу, и спасти души праведных. Я беседовал, как-то были имамы собрались, и мне удалось среди них быть в Санкт-Петербурге. И они сидят, четки перебирают старсты, приехали там с Мекки, с Медины, были, крестный свой ход, свой хадж совершали. Вот, и говорят, горе нам, говорит, если нас будет судить, сын Марьям, горе, он будет судить и сядет на престоле славы своей. Как просто решили. Через шестолетие пришел, а все было неверно. Почему? А исказили в четвертом веке монахи? Исказили. Да до четвертого-то сколько писали по Евангелиям? И чего бы ради искажали, чтобы погибнуть? Ну, то есть, дурнее ничего нельзя придумать. Объяснение одно. То есть, они не... Ну, видят, что приговор, по Евангелию приговор. Как в сатане приговор. И, ну, это никак не принимают. А обнаружили там монахи... А какие монахи, назовите? Кто исказил? Вот, сегодня было так написано, завтра так. Никто не покажет. Ну, как до четвертого-то века было? Покажите. Как вы узнали, что искажено-то? Нет, ничего нету. То есть, рассчитано-то совершенно на балбешек. Даже одно слово не так. Даже сейчас вот где-то кто Евангелие держит, и переведут одно слово. Ну, оно, маленько не... церковно-славянскую, не несет еще информацию, на русский язык, великорусский. И уже люди... А что, почему изменили? Не изменили, просто сделали понятным. Так одно слово. А то он не распят. Да тут явно дело, что они распят, то и не воскрес. А если не воскрес, то вы в грехах. Ясно, что это учение не от Бога. А кто? От Антихриста. Кто будет учить, что Сын Божий не пришел во плоти? Дух Антихриста, Ян говорит в первом послании. О втором послании. И сядет в Антихрист, когда придет, сядет в храме, там, где сейчас у них мечеть находится. Есть достаточное основание утверждать, что Иса наряду с пророком Мухаммадом занимает ключевые позиции среди остальных посланников Бога. Это он не мог написать, он столько, а дальше он еще писал, а скидывал и скидывал мне. Я просто буду задерживать, если кому интересно, просчитайте, но я ознакомлю вас. Коран, Сура, где говорится. Самое главное, Тора, называется Таурат. Коран, Сура, 61, аят, 6. Пророку Исе, как позднее пророку Мухаммаду, мир ему и благословение. Были дарованы божественные откровения формы Священного Писания. Священного Писания называется только Библия. Мы доварили мой инжиль, это Евангелие. Вот. Ну и дальше считайте. Сравните с Библией. У меня 18 том, открытым оком, я разбираю весь Коран. Это уже сколько лет назад я его выпустил, этот материал. И сравниваю с Библией каждое. И каждый может убедиться это, открытым оком называется. И дальше. Почему? Вот он пишет. После того, как порок Иса покинул землю, то есть они распяты, а его ученики умерли, Евангелие было неоднократно переписано, что подтверждает христианские истории. Переписано. Переписано. И ее подлинный смысл был в итоге утерян. А то, что переписано. Интересно. Он переписан, и поэтому был утерян. Да даже не назовешь никак этих людей, которые так говорят. Переписано, смысл был утерян. Да смысл-то в словах заключен. Смысл утерян. Вдумайтесь. Как одна считала, я когда открыл по-русски Крочковского перевода, она говорит, это Коран, на самом деле, ты считаешь, как со спутанными ногами. Почему? Считайте Библию. И вы увидите не то, что разница, а сравнивать не с чем. Какой стиль, речь. В отношении Исы в Коране употребляется несколько равнозначных. Ну, дальше, смотрите. Кто писал-то Коран, он брал на слух то, что ходил, торговал, где был, любознательный, был интересный человек этот. Вот. Но упоминает Псалтырь. Но Псалтырь упоминает 150 псалмов. Хотя бы один это упомянул? Нет. Дуайт принимает Давида. Значит, Давида вы принимаете? Ну да. Но если Евангелие есть, хоть одно-то слово из Евангелия взял бы, он еще взял-то, когда не знал-то. Ну тут уж рассчитано-то на каких простофиль. Если я упомянул, допустим, Горбачева, я обязательно хоть одну фразу его знаю. Несметное сокровище развратили нас. Пресная вода употребляет в 70 раз больше нормы, как у людей. Это его слова. Хоть что-то. Я с Ленина знаю, я привожу его фразы. Здесь ни одной во всем, во всей их священной книге. Дальше. Вот здесь считайте. Это лучшие переводчики его. Дальше говорит. Скоро, очень скоро сын Мария сойдет к вам, как судья справедливый. Сын Мария сойдет, как судья справедливый. Он разобьет кресты, убьет свиней. Только заниматься ему по свинофермам, ходить свиней убивать. Вот они свиней не любят, а лошадей лопают. Понимаете, как? Нечистой пищи нет, одну только, свинью нельзя есть, а лошадей колят. А 11 глава Левит говорит, да он не знал ничего этот составитель, он брал только на слух. Любознательный был, видно. А что, прохлопали ушами православные монахи-то? Их этот основатель религии-то мог быть православным апостолом настоящим, пророком. Два миллиарда были бы православных. Вот я о чем говорю о монахах-то. Какая вина-то их? Просидели, на пупки свои просмотрели, все боролись с похотью, с плотью. А налоги с них брали, воевали с ними. Ну, наконец, Господь восставил этот бич. Это бич покрепче Алариха, под крепче Гитлера и Наполеона. Разобьет кресты, убьет свиней. Отменит налог сеноверцев. Ну, так вы знаете, что налог сеноверцев. Где это вам заповедано, христиан убивать? Сплошь. Христиане убивают, режут. Прими, прими, ну, какое-то, под ножом прими. Да человек боится смерти, он что угодно примет. Ну, сатанизм есть, он примет и сатану, лишь бы остаться жить. Ну, какая же это вера-то с ножом? Стоит и верить, как заповедовал. Он воевал, основатель это. Ну, это-то можно догадаться, что под ножом. Ну, коммунисты так делали, Гитлер это делал. Умножит богатство. И настолько умножит богатство, что никто уже не будет желать его. Ну, вы знаете, что сеноверцев это хорошее дело. Кресты ломают, разобьет кресты. В Сербии показывают, как кресты ломают. Но свиней так не убили. У нас мусульман было много в армии, А они против свиней. А местные-то они все лопают. Едят свинину и пьют. Блудят здесь с русскими. Я говорю, там, Узбекистан приезжают. Вот все эти, которые работают здесь. Таджики. Это будет так, что один земной поклон так умножит богатство, что никто не будет желать его. Ну, не желайте, не убивайте людей, не грабьте. Это будет так, что один земной поклон станет предпочтительней земного мира и всего, что есть в нем. Один поклон. Так поклон уже на суде Божьем не имеет никакого значения. Вот оно все против Евангелия. В исламе и христианстве главное отличие заключается в следующем. Во-первых, в исламе отрицается божественное происхождение Иссы. Пророк Иса, то есть Христос Иисус, несмотря на появление его на свет по воле Аллаха, не является ни сыном Создателя, ни тем более самим Богом. В Коране по этому поводу сказано так. Ну, и далее пишет. Что, как, я уже дальше уже не стал брать. Много, много прислал. Так, и он мне потом пишет. О, принимай ислам, спасешь себя от ада. Твоя религия это не религия, это секта. Вот. Это что, где он нашел? А то уже сегодня их напитали этой ненавистью. Всякое убийство от сатаны. Ну, и что это за религия, если одно убийство, убийство, все сатанинские дела. Взрывы, детей, друг друга, непрерывно смертики. Ни один самоубийца, не в рай идет этот шахид, а в ад. Сразу в ад. Потому что самоубийство я не считал нигде, чтобы в их религии, в священной, и по их мнению, в священной книге это одобрялось. Нигде не видел этого. Ну, вот так. Я, видимо, скинул. Роман Малыш зашел вчера и говорит, слава Богу. Я говорю, как там ты потеряешь какие-то? Благодарю, что доверили мне голубей вместе с лестовкой. Щетки у меня висят на голубях. Он увидел новенькие щетки. Как зайду туда голубям, так три святоя, сто поклонов. То есть везде нужно. Это вот то, что я записал, дальше не стал уже выбирать. Но можно показать. Вот. Все тут они пишут. Вот стрижка Вес Станислав верующий. В-е-ри-ю-щий. Ну, еще он тут пишет, прислал прочитать. Все, они тут ругаются. Вы служите в церкви? Нет, не ругаются. Нет. Ну, как в церкви? Я староста церкви. Это можно было даже. Так. Вот какой-то митрополит Феофан, митрополит или какой-то мальчишка. Откуда я знаю? Крестик. Я всем им отмечаю, что вы поставьте, покажи, где ты жильешь. Там анкета есть. Фотография. А крестик мне ставят, да еще крест-то такой масонский. Зачем мне это нужно? Это они, ну, какое-то, видать, они много здесь. И так. И вот Александр Мариасов выставил сегодня материал. Вот здесь. я уже не... Если можно так, маленько затормозить, вот это высветить, и я продерну дальше. Тут не знаешь, как все сделать. просто затормозить, чтобы люди могли просчитать. Это не буду считать. я не знаю, где-то... она не выделяется, мне трудно найти, где я закончил. то есть он одну небольшую часть выставил материала определенного. Что она тут не тянет, тут вот этот бегунок-то. Вот. А где это? Ну, вот здесь. Он показал, где. Вот я это сейчас сниму, к себе перенесу туда. Два разных пути в братство. Ну, тут уже, вот, как вы смотрите, много-много-много материалов как-то с точками тут. Н наговицын. Ну, вот так. Наговицын. Я сейчас перенесу сюда. Вот. Вот сюда вставьте и просчитайте о гонениях на старообрядцев. Я посчитал, действительно, все так и было при Петре и на сегодня. Но это не означает, что старообрядцы, а дальше они стали, вроде кроме их никто не спасется. Это тоже ни на чем не основано. Чего Христос показал, как персты. А он благословил, показывает, благословил, так, показывает два перста. Ну, почему два? А куда выдели три? У Милетия было. А Милетий два показал. Да в это время против арианства боролись. Вот понятно, что он должен был показать три. Три пальца, три троица. Вот троица. Так и было показано. Но когда уже стали отрицать божественность Иисуса Христа, тогда два естества в нем, богочеловечество, возникло дальше. Первые христиане молились одним перстом. Говорит Иоанн Златоуст. И сами старобрядцы это пишут. Мельников пишет об этом. Федор Ефимович. Вот здесь вот заденьте и прочитаете. Старобрядцы это они по сегодняшний день за триста лет, за все время ни одного не было миссионера. Ни одного. А зачем? Кому надо сам обратиться. Никак нет. Ни одного нет. его-то вообще. То есть один баптист поварит всех до одного. Потому что люди слышат Христа и будут приходить, что не гвозди его держали на кресте, а грехи наши пригвоздили его. Ничего люди не знают. И вот я дальше показываю приходится еще говорить. Не против старобрядцев так говорю. А как усепятся старобрядцы старобрядцы имеющие священство это настоящая церковь. Митрополит Корнилий. Вот. И дальше у нас есть большой ресурс православный форум. И все это во свете Библии открытым окон называется. 1603 темы. Огромный материал хорошо составлен. Ну и вот православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вчера я поставил 8 роликов сегодня 6. Даже посмотрю сейчас утром сейчас только поставил посещают вот 40 просмотров час назад крещения с полным погружением. события дня. Вчера вот Володя уходит на работу вчера поставил 182 просмотров то есть понемножку приходит. Вы наше письмо вчера поставил 347 вот батюшку звонок из потеряевки подощара 559 то есть побольше маленько смотрят. ну и с этого видеоканала я переношу в мой мир все это и самый большой ресурс у нас это во свете Библии православный библейский сайт тут и видеоканал сразу на видеоканал на форум здесь только надо очень хорошо тоже составлен и легко искать но главное из всего что показал это вопросы и ответы 4124 вопроса и ответы которые я давал в университетах я вел занятия много лет во всех отделах милиции воинских частях три же программы вел и часть вопросов сохранились часть сохранились это 4000 тут и проповеди и книги вот здесь все можно найти а какие события именно здесь сегодня вот сказать вот я нахожусь здесь в Барнауле ну а какие события в ванной день вчера сходил помылся еще что ну а что еще я дома сижу один накормил голубей кошек птищик разные и все время в интернете приходится отвечать спрашивать и проще послать кому-то книги нужно то есть жизнь такая что да еще в день если ты знаешь семикратно в день на молитву времени свободного ни минуты не остается даже грамма нет даже если вот ну допустим верующий неверующий вот мы ну неверующий большая пенсия у меня минимальная пенсия бомжа государство так распорядилось но я не ропщу благодарю Бога за все и вот теперь у него награды как у меня знакомая одна приезжает отец все свои похвальные грамоты там все ордена медали на них смотрит сидит что-то вспоминает а что вспоминать ум-то не работает уже ну даже было даже ты передовик был когда-то в ладоши хлопали теперь-то ничего этого нету и вот теперь на два варианта давай сыграем вот он я верующий а ну рядом вот это вот я скажу неверующий покажу ну к примеру сказать даже не знаю на что показать неверующий я говорю давай 5 минут будем ты прав я не прав только ты прав во всем а потом 5 минут я не прав ты согласен ну давай вот ты веришь что Бога нет а для чего ты дожил умер и лопух на могиле какая тебе нужна делать добро или не делать не быть коррупционером не быть оборотнем если никто не видит надо там метить деньги чтобы тебя поймали отпечатки пальцев верующий это я говорю ничего этого нет ты не веришь в Бога и кроме червей могильного холма перед тобой впереди ничего нет как Паустовский говорит ничего совершенно а ты как на меня смотришь я верю в Бога которого нет выдумка мираж это говорит что я дурак ну все дурак и больше ничего нет но у меня там в жизни было по другому я не пил у меня хорошие друзья в семье полный порядок я уезжаю на жену надеюсь что она не пойдет на танцплощадку искать другого Валерку понимаете с детьми так же идут в школу три поклона благослови ну то есть я говорю как верующий не я именно а конкретно верующий вот как что я проиграл то скажи мне теперь ты прав ну дурак ну это уже сказали мы я дурак но у меня похвальные грамоты так же есть на работе я работал меня ценили не давали по специальности держали при себе только во вневедорственной охране никуда мне нельзя было устроиться нигде так это вы не верующие в бога меня гнобили жена учительница лишили права учительства в детсадик нельзя понимаете это ваша советская власть губительная страшная бесовская и что меня посадили а ее с ведром выгнали на улицу а работала кем уборщицы вот она техничка называлась это вроде выше какие-то секретные документы были над ней там один был все время там придирался где-то а потом оказалось что он виной кто кого посадили то там как его фамилия то Волтай-Транстрои то ну кого ты же знаешь воровали они потом и он я пришел на лестничной площадке он у меня навалился как тогда там я пришел за тобой на работу Гречичников Гречичников Алтай-Транстрои город Барнаул жулики ну больше ничего я не потерял меня так же похоронят да не так похоронят у меня священник будет я исповедуюсь причащусь если Бог даст если заболею то по собору у меня все время друзья близкие дом мой открытый для тысяч людей сколько приезжает а ты один загнешься сущок дети-то тебя знают только когда у тебя пенсию получать ну большинство так товарищи твои все перемрут ну ладно еще не куришь не пьешь не колешься а то это все у тебя у нас этого вообще нету ко мне приезжают и баптисты и разные-разные люди у меня хорошее отношение с мусульманами и со всем ну ну а теперь давай пять минут я прав я прав Бог есть а ты не веришь Писание говорит безумие сказал сердце своем нет Бога 13-й 52-й Псалмой безумие и все это никуда и ты на суд Божий предстанешь молчи молчи не матерись не обижайся и ты на суд Божий предстанешь но не кричи что суда Божия нет есть бежий суд на перстнике разврата есть грозный суд и он ждет он недоступен звону злата и мысли и дела он знает наперед тогда напрасно вы прибегнете к злослобию оно вам не поможет и вы не смоете всей вашей черной кровью я могу сказать Христову кровь поэта праведную кровь как писал об этом Есенин а русский мужичок считая бедноту где образцовый стих печатался куплетом еще дружнее потянется к Христу к единственному истинному свету в оригинале говорится автору Пасквиля мат пошлет приветом почему сейчас не было самоубийцев Есенина попутно Маяковского то есть неохота что были самоубийцы но святая его тут уж не оправдывает вот а у этих другие там религии сами себя обзрывают там и все это самоубийцы самоубийцы самые грешные люди идут в ад я верю ты не веришь вот что за вами есть порождение есть ну что все проиграл да впереди ты еще суд божий пять минут еще не кончилось слушай что тебя ждет но гнев божий пребывает на нем ты в аду будешь гореть как богач Лука 16 глава и в аде будь чем внуках поднял глаза свои попросил каплю через пропасть донести палец а мочить конец персада он высохнет ничего не будет он не знает уже что говорит через адскую пропасть где огонь горит туда хотя бы весь Байкал он не дойдет он испарится сразу почему на поверхности солнца ежесекундно отрывается тепла ну подсчитано тепла достаточного за одну секунду чтобы на земле земной шар растопить лед толщиной в один километр вокруг всего земного шара а в аду что какая температура там может миллион градусов будущее в муках вот что тебя ждет вот так давай покайся и уверуй в Господа нашего Иисуса Христа ему слава во веки веков аминь Богу нашему слава за субтитры